Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Спасибо. Желаю вам всем, конечно, здоровья. Глава городского округа вручает новогодние подарки от губернатора и администрации, воспитанникам Алмазовской коллекционной школы-интерната «Доверие». Здесь на полном социальном обеспечении постоянно живут и учатся 28 детей, оставшиеся без попечения родителей. Вы все писали Деду Морозу? Да. И у каждого из вас были какие-то небольшие желания. Поверьте, до Нового года они сбудутся. Я сегодня разговаривал с депутатами нашего совета депутатов. Они сказали, что свяжутся с Дедом Морозом. Алмазовцы тоже преподнесли главе новогодний подарок – панно, выполненное своими руками. В ответ получили фирменные сладкие гостиницы под брендом «Зима в Подмосковье». Спасибо вам за подарки. И что вы помогли исполнить наши желания и мечты. Встреча с детьми – приятный эпизод акции «Стань Дедом Морозом», старт которой дал губернатор Андрей Воробьёв. Суть её в том, что дети, оставшиеся без попечения родителей, в предновогодние дни пишут письма Деду Морозу. Сообщения попадают в банк желаний, интернет-адрес которого вы видите на экране. Любой взрослый может прочесть письмо и выполнить мечту ребёнка. Саша Ефанов показывает успехи в разных направлениях. Быстро катается на лыжах, хорошо учится и рисует акварелью. Успехи парня отметил губернатор и назначил ему именную стипендию. В этом году Саша побывал на губернаторской ёлке. Мы с губернатором наряжали ёлку, развешивали ёлку разными письмами, шариками, игрушками разными. В школе-интернате на протяжении 70 лет учились и проживали исключительно мальчики. В этом году в коллективе появилась 14-летняя Алина. В ноябре этого года в Алмазовской школе-интернате пополнение. Вот в этой комнате появилось место для одной девочки. Вот в той соседней комнате живут четыре мальчика и ещё одна отдельная комната для неё. Вечером они собираются вот за этим праздничным столом. Как тебе здесь с мальчишками? Нашла общий язык? Удобно, да, хорошо. Общаюсь нормально, дружу. Тут Халик, Артём я с ним дружу. Какие у вас общие увлечения здесь появились? Футбол. Люблю готовить. Уже первые курсы я начала. В свободное время Алина учится готовить. Особенно ей удаются каши и первые блюда. Как и в большой семье, в школе-интернате за накрытым столом любят встречать гостей. Говорили о детских увлечениях, результатах учёбы и, конечно, планах на будущее. Никита Ахмановский учится настойлером. Хочет получить вторую профессию автомеханика. Никита, скажи, пожалуйста, а вот мельницу, которую ты закончила или заканчиваешь, здесь она на улице будет находиться? Да. А из каких пород дерева делаешь? Из сосны. Из сосны? Да. На будущий год алмазовцы начнут приводить в порядок заброшенное футбольное поле, чтобы с местными мальчишками сыграть в популярную игру. Хотим такой золотовский проект и для жителей, для ребят. Это деревня Алмазово, деревня Большие Жрецы, для наших ребят, чтобы не только на нашей территории, чтобы мы могли туда прийти, поиграть в футбол. Все, кто хочет почувствовать себя Дедом Морозом и выполнить желания алмазовских детей, могут сделать это, предварительно согласовав с педагогами время визита. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.